Приветствую вас, друзья! Ставьте лайки, пишите комментарии под видео, а мы сейчас будем говорить о Турции и будем рассматривать здоровье и вообще, что происходит с президентом Турции Реджеп Таип Эрдоганом. Буквально несколько слов по его матрице. У него есть указания на паралич, на телесные повреждения и на убийство. Человек достаточно жестокий, достаточно завистливый, достаточно мрачный, владеющий оккультизмом, мистицизм у него присутствует, очень страстный темперамент, сексуальность, но это человек несчастный в браке. Ну, немножко все-таки, чтобы вы знали. Возможны у него аномалии вплоть до преступлений, особенно на сексуальной почве. Представляю, сколько сейчас вы интересного на эту тему напишите. Вообще, я должна сказать, что этот человек ненасытный, прожорливый, наглый, бесцеремонный, достаточно здоров, обладает крепким здоровьем, злобный, агрессивный. То есть, в общем-то, можно о нем очень много говорить плохого, потому что это действительно у него есть. То есть, человек, на руках которого много-много смертей, много слез, много людского горя. Иметь такого врага, как Эрдоган, опасно не только для здоровья, но и вообще для, я бы сказала, для мира. Потому что человек владеет черной магией, человек мстительный, причем мстит он тихо, из-под тишка. То есть, если где-то какие-то происходят столкновения, он их не забывает, он обязательно должен укусить. Во-первых, Эрдоган по знаку зодиака рыба. Турция – это скорпион. Я хочу сказать, что все президенты, которых я смотрела, даже те, которые вот сейчас именно появились в сети, короче, которые якобы поумирали, друзья мои, здесь настолько прослеживается связь рак-скорпион, ну вот здесь попалась рыбка. Человек, что если говорить об Эрдогане, то человек крайне, крайне негативный. То есть, вот все, что может быть плохое, ну это человек, у которого есть свое кладбище. Говорят, у каждого врача есть свое кладбище, ну так вот есть и у Эрдогана. Если говорить о здоровье Эрдогана, то я должна сказать, что смерть идет за ним по пятам. И достаточно давно. Первое, на что хочу обратить внимание, так это на то, что в таком тихом режиме у него есть онкология. Возможно, я думаю, что он знает и, скорее всего, что он принимает меры к этому. Это достаточно тяжелый период психологического напряжения, и он тянется уже очень давно, ну лет пять точно. Это некий такой период кризисных перемен в жизни. Возможно, это связано вот с заболеванием. Что касается слухов о его смерти, что якобы Эрдоган умер по 19 июля. У него действительно были проблемы со здоровьем. Они и сейчас у него есть, но в таком уже, знаете, опять же затихающем, затухающем режиме. Более того, вроде как бы даже появилась некая энергия, и человек все-таки живой. Но очень много психологических проблем, очень много. Такое впечатление, что человеку все время кто-то там стучит в его мозг и говорит, а, пора уже отвечать, все, конец, собирайся. То есть вот нет того комфорта, который был раньше, и радости жизни. Потому что действительно идет вообще такое впечатление, что человек полностью разваливается на глазах. Это и щитовидная железа, вилочковая железа, рост опухолей вот этих органов. Но, правда, идет указание на то, что это доброкачественные опухоли. Но это начнется вот с августа. Вот эта беда у него. Хотя это было ранее, там где-то март, апрель 2019 года. Друзья мои, давайте на минуточку вспомним, как выглядел Эрдоган ранее на переговорах. Ну, то, что он загоревший, понятно, но глаза невеселые, сам какой-то хмурый, какой-то такой немножко придушенный, придавленный. Одним словом, вид у него был болезненный. То, что он проходил лечение, это однозначно, что у него есть эти проблемы, я вам сказала. Период будет сложный у него в сентябре. И этот период будет больше связан с партнерством, с бизнесом. То есть могут начаться какие-то разборки внутри страны. Потом мы услышим в декабре. Тоже будут некие такие не совсем хорошие дела. Будут касаться они карьеры. Они будут касаться каких-то не совсем хороших дел. Я думаю, что где-то начнет появляться какой-то компромат. Я скажу честно, зная, что Турция находится под знаком Скорпиона. И Скорпион все-таки убирает, жалит сейчас, чистит пространство вокруг себя. У него есть все шансы потерять пост президента. Что касается Матрицы, то по Матрице у него идет опасность преждевременной смерти или смертного приговора суда. Насколько это имеет место быть? Давайте подождем. Удачи!